Михаил Третьяков родом из села Добрынское Суздальского района. Его мобилизовали в июле 23-го года. Во время штурма в районе Сватовского направления получил осколочное ранение правого предплечья и правой стопы. Повреждения срединного и локтевого нервов. Когда я находился здесь в отпуске дома, я связался с заведующим отделением реабилитационного центра в Пеганово и попросил пройти у них реабилитацию. При поступлении в центр кисть у Михаила была практически обездвижена. А суставы руки тоже с трудом разгибались. Была проделана большая работа медиков по восстановлению всех двигательных функций. Курс реабилитации включает физиотерапию, массаж, лечебную физкультуру, ежедневные занятия с инструктором. Нужно было улучшить мелкую моторику и восстановить движение в руке. Это очень сильно помогает. Прогресс прям очевиден по поводу, что было и что стало с моим организмом. Многодетный отец Руслан Захаров на СВО с первых дней был снайпером. При штурме города Волновахи получил травму ноги, потом ее пришлось ампутировать. Но он вернулся на фронт. Несколько месяцев назад получил серьезную травму. В центре медпомощи в Пеганово Руслану сделали операцию. Сейчас ходит на перевязки. Рассказывает про центр и врачей узнал от друзей спортсменов. Хотел лично познакомиться с доктором Чочиевым. В Пеганово хотелось посмотреть, что за доктор. А так вот судьба соокружилась, что я его и увидел. И непосредственно Куран Михайлович помог мне. Чувствуется намного. У меня прямо уже накипит. Но я жду, уже хочу потренироваться в тренировочный процесс и вернуться обратно к ребятам. Несмотря на отсутствие ноги, Руслан планирует вернуться к своим на фронт. Его лечащий врач рассказывает, операция по устранению вывиха плеча – одна из самых сложных в ортопедии. Первая операция, когда мы начинали в 2001 году, они длились 4 часа. Ну вот сейчас 70 минут. Всё, коммуникация закончилась очень достойно, красиво. И думаю, что Руслан будет этой рукой не только в домино играть. Пегановский центр спецмедпомощи уже второй год принимает участников СВО. Врачи проводят операции на коленных и плечевых суставах. Вдаляют осколки из мягких тканей. Помогают пройти полную реабилитацию. После неё большинство бойцов возвращаются в зону СВО. Алексей Дудин и Наталья Шапошникова.